В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги дня. С танкера Дельфия снова вытекли нефтепродукты. Экологи зафиксировали превышение нормы в пять раз. Устранить утечку на месте пытались водолазы. Сегодня мы наблюдали, как скидали сорбент для снищения нафтопродуктов в воде. Сегодня мы уже можем увидеть, что превышение нафтопродуктов в акватории будет. А вот, чтобы забрать Дельфия с побережья, осталось установить под танкер два последних понтона. После 18 июля судно выровняют, чтобы отбуксировать. С началом операции пляж, скорее всего, придется закрыть. Танкеры будут поднимать с помощью 80-метровых тросов. И если один из них порвется, это может быть травмоопасно. Мы находимся на втором этапе, где мы разворачиваем судно. Это не значит, что 17, 18, 19 числа судно не будет в этом месте. Но этот этап, этап номер два, он нам показывает, что 80% работы на самом деле произведены. Две преступные кибергруппы обманули граждан более чем на полмиллиона гривен. В первой схеме мошенники представлялись сотрудниками банков, другой иностранными брокерами. Втирались в доверие, а потом завладевали банковскими данными. В дальнейшем снимали средства со счетов. Детали в следующем сюжете. Извинили, предложили работу. Предоставлялись сотрудникам банков. Слово заключается в том, чтобы узнать данные по балансу либо карты. Уже не новая для мира мошенников схема. Помогла молодым людям получить полмиллиона гривен. Для своей деятельности они арендовали помещение. В колл-центре работали почти 40 человек. Была у них и подробная инструкция разговора с жертвой. На обновлении людей говорить, что банковские счеты пытались писать средства и предложить им помочь. Киберполиция установила, что шахарьи, використовуючи СИП-телефонию, здействовали смс-розсилку та телефонные звонки потенциальным потерпелем, представляющись при цьому працівниками різноманитных банковских установ. Таким чином, входячи в довіру до громадян, они отримували конфиденційну информацию про их банковские рахунки, номера, карток, термін дії. Вторая же схема более изысканная. Там у мошенников была даже собственная интернет-платформа. Представлялись иностранными брокерами, лидерами на финансовом мировом рынке. И предлагали инвестировать средства в криптобиржи. В дальнейшем, получив необходимую сумму, исчезали. Для воплощения схемы переоборудовали жилое помещение под офис. Наняли менеджеров 35 человек. Организаторы – двое мужчин. Одному из них 22 года, другому – 26. Им грозит до трех лет лишения свободы. Ивана Герасимчук, Седьмой канал. 56 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Одесской области за минувшие сутки. По данным Минздрава, всего в регионе обнаружили 2314 случаев. 29 из них летальные. Выздоровело более тысячи человек. Продолжает расти общее количество зараженных в стране. Сейчас-то более 55,5 тысяч случаев. Из них 1427 летальных. Больше 28 тысяч человек выздоровели. В нашей области основные вспышки инфекции остаются в Одессе, Белгороде-Денистровском и в Болградском районе, который до сих пор остается на карантине. На Греческой 33 продолжают вести незаконные работы по превращению подвала жилого дома в пиццерию. Местные жители написали заявление в полицию, однако дело в РДР так и не внесли. Подробности в сюжете моей коллеги Мишель Арманд. Пошел за кислотой. Говоришь, что кислотой у меня сейчас обольет. Да, да, уксусной. Уксусной кислотой. С подобных угроз начинается утро жителей домов номер 31 и 33 на Греческой. Причина – препятствие в прокладке газовой трубы в подвал дома памятника архитектуры, который в дальнейшем превратят в пиццерию. Возражала тут по поводу действий вот этой трубы, и она получила угрозу жизни. И кислотой обольем, и это есть на видео, и есть заявление в соответствующие органы, что у тебя убьем, у тебя обольем кислотой и всякое такое. Около четырех месяцев в подвале дома на Греческой 33 ведут сомнительное строительство. Сначала застройщик говорил о реконструкции, а позже выяснилось, что в здании памятники архитектуры планируют сделать ресторан. Более того, подвал разросся и под соседним домом, где нет даже фундамента. Королев, Марат подписал такие странные документы, по которым выходит, что у нас вдруг оказалось 117 метров подвалов в этом нашем дворе, в котором никогда не было никаких подвалов. Когда мы достали документы и посмотрели, оказывается, подвал с 33 номера под техпаспортом переполз 117 метров сюда. В департаменте охраны объектов культурного наследия составили предписание, где требуют предоставить разрешительные документы и остановить работы. На сегодняшний день, по нашей информации, никакие документы предоставлены не были, а также работы проводятся на сегодняшний день до сих пор. Заявление о незаконном строительстве в полицию написали еще 7 июля, но в течение нескольких дней материалы в реестр досудебных расследований не внесли. Поэтому адвокаты пытались выяснить причину такой задержки вместе с журналистами. Съемочные группы на встречу с начальником Приморского райотдела не пропустили, а вот адвокатам удалось с ним пообщаться. Мы попали к начальнику Приморского райотдела Коцару, пообщались с его подчиненными, которые компетентны в данном вопросе. Я наконец-то получил вытек из реестра досудебных расследований, согласно которого мое заявление внесено в 14-м. По словам адвоката, вопрос будет решаться в судебном порядке, также через суд будут получать доступ к подвальным помещениям и проведут инспекцию соответствия. Между тем, застройщик до сих пор не предоставил разрешительные документы, а строительство в подвале дома продолжается. Дом Руссова теперь под муниципальной охраной. Как пояснили в городском совете, таким образом хотят обезопасить памятник архитектуры от рейдерских захватов и других противоправных действий. Напомню, дом Руссова отреставрировали и официально открыли в конце 2019 года. Городскому бюджету работы обошлись в 149 миллионов гривен, правда, Одесская моря тогда не знала, что большая часть помещений принадлежит частным лицам. Об этом стало известно только в июле этого года. Поэтому чиновники решили зарегистрировать право собственности на дом Руссова за общиной, то есть одесситами. Накормить семерых детей, каждого из них собрать в школу и помочь им с домашним заданием. Для кого-то это официальная работа, однако без выходных и отпусков, как работают дома семейного типа, знает Екатерина Банкова. Ей слово. Подъем в 6 утра, приготовление завтрака на семерых детей, затем сборы в школу, лицей, подготовка домашнего задания теми, кто учится во вторую смену. Так начинается день у Ирины, мамы в детском доме семейного типа. Женщина воспитывает семерых детей. В 2014 году Ирина приехала из Луганска в Одессу на отдых. В результате пришлось остаться навсегда. Тогда она уже воспитывала двоих сыновей, кровного и приемного. Со временем решила усыновить еще одного, но ей предложили обустроить детдом семейного типа. Каждый из них хочет индивидуального подхода, каждый из них хочет своих 20 минут любви, 100% любви, когда ты единственный у мамы и пусть весь мир подождет. Вот каждый из них. И если у тебя не хватило времени, значит ты потерял какой-то общий интерес, какой-то момент воспитания, какой-то что-то. Нужно быть вместе. Такой детдом, по сути, ничем не отличается от обычной многодетной семьи. У каждого парня свои обязанности по дому. По возможности они помогают друг другу. Ирину называют мамой. Убираем. Помогаем. Помогаем готовить. Там готовить, да. Нарезаем. Постоянно. Ну, когда мамы. Почти. А по соседству с семьей Ирины живет Нана с воспитанниками. Женщина много лет была волонтером и организовывала лагеря для отдыха детей без родительской опеки. Два года назад решила попробовать стать для кого-то из них мамой. Они здесь действительно учатся жить, как они будут жить потом. Потому что когда в интернате ребенок, он, даже если это прекрасное будет знание, например, да, он получает, но он по жизни их не получает, эти знания бытовые, социальные. А тут они учатся. Вот мы учимся готовить. Я их всех научила, и мальчики, и девочки. Мы учимся стирать. Тоже это не умеют делать, понимаете. По кухне у нас распределены дежурства. А все остальное, то как. Ну, допустим, я чаще всего убираю коридоры, когда они дежурные по кухне. Готовим все вместе. Чаще всего кто-то иногда что-то отдельно готовит, когда хочешь что-то новое попробовать. Ну, как бы, смотрим рецепты всякие, учимся. Ибрагим, Рома и Мира профессионально занимаются балетом. Вдохновило выступление внучки их воспитательницы Наны в оперном театре. Когда вырасту, будет такая стройненькая, красивенькая. Нана говорила, болеть не буду. Нана воспитывает восьмерых приемных детей. Почти все – подростки. Им нужны психологи все время. Это один раз в месяц. Это ни о чем, понимаете. То есть, они пришли после травмы, потери родителей. Это тяжелейшая травма, понимаете. Тут какая-то чужая женщина, чужие дети, даже чужой дом. Это все нужно пройти с этими детьми, понимаете. Плюс некоторые дети пришли после тяжелых физических каких-то или телесных наказаний, например. Нана рассказывает, в обществе сложно воспринимают такие семьи и относятся к ним с предубеждением. Возможно, из-за нехватки информации. Сейчас в Одессе только семь детдомов семейного типа. Там воспитывают почти 50 детей. Менталитет наших людей сегодня, ну, человек наш, отечественный, он не понимает, как можно взять к себе ребенка не на правах родного. И вот в этом направлении просто нужно работать как раз с менталитетом наших людей. Объяснять, это работа. Вы не только помогаете ребенку, вы официально трудоустроены. В Украине планируют со временем провести деинституализацию и перейти на такую форму воспитания детей без родительской опеки. Воспитатели должны собрать пакет документов и пройти краткий курс обучения. Если успешно, город выделяет жилье и обеспечивает необходимой техникой. В семью подбирают от 5 до 10 детей. На содержание каждого ребенка из бюджета платят около двух прожиточных минимумов плюс зарплату родителям. Екатерина Банкова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Дайверы нашли пулемет «Максим» напротив пляжа Лонжерон. Во время очередного погружения аквалангисты из дайвинг-центра «Океан» наткнулись на покрытое ржавчиной и ракушками корпус пулемета. Позже артефакт планируют очистить и передать в музей Одесской военной академии. Отмечу, пулемет создал «Хайрем Максим» еще в конце 19 века. Его использовали на протяжении всего 20-го столетия, поэтому сложно сказать участникам, какой из войн был найденный артефакт. Но вероятнее всего лишь, что речь идет о Первой или Второй мировой. Коммунальное предприятие «Горзелентрест» начало войну с амброзией. На пустынном участке вблизи улицы Генерала Петрова крапели специальным биораствором растений-аллерген. Главный инженер предприятия рассказывает, важно справиться с амброзией до того, как она зацветет. Этот период приходится на начало августа. Напомню, в Одессе создали карту распространения амброзии. Таким увидели этот день корреспонденты Седьмого канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш Седьмой канал. Непременно увидимся. До скорой встречи.